Внутри ступенчатой пирамиды Джосера Имхотеп, архитектор ступенчатой пирамиды, был важной фигурой как для фараона Джосера, так и для всех жителей Египта. На постаменте статуи Джосера, обнаруженной в 1926 году, Имхотеп воспевается как плотник, скульптор, каменщик и верховный жрец. О жизни Имхотепа известно мало. И хотя его считают основателем египетской медицины, в первую очередь он известен как архитектор. Прорабатывая внешний вид пирамиды и другие элементы комплекса, Имхотеп стремился увековечить образ фараона. Пирамида Джосера построена из каменных блоков вместо саманных кирпичей. На тот момент она стала самым высоким сооружением в Египте. Среди всех природных материалов Имхотеп отдавал предпочтение камню. Слава мемориального комплекса Джосера пережила века и тысячелетия, а его архитектор Имхотеп был обожествлен древними египтянами позднего периода. В дополнение к центральному подземному дворцу Джосера были вырыты 11 шахт. Каждая уходила на глубину 33 метра и соединялась с горизонтальной галереей длиной 20 метров. Первые пять галерей предназначались для членов царской семьи. Под землю вели два прохода. Каждый из них разделялся на три туннеля, ведущих к отдельным галереям. В обширном подземном пространстве хранились приношения и различные утвари. В туннеле с восточной стороны находилось 40 тысяч каменных сосудов, многие из которых принадлежали предкам царя. Погребальная камера Джосера располагалась на дне 28-метровой центральной шахты. Египтолог Жан-Филипп Лауэр считает, что изначально камера была облицована известняком, а на ее потолке были высечены пятиконечные звезды. Но в какой-то момент почти весь известняк заменили на розовый гранит, оставив только плиты, украшенные звездами. От камеры отходит множество туннелей, образуя лабиринт. Их суммарная длина составляет более пяти километров. В лабиринте есть тупики и фальш-двери. Возможно, их сделали для Ка-усопших, а не для обмана грабителей. В отличие от пирамид в Гизе, в монументе Джосера нет дополнительных проходов, прорытых ворами. В них не было необходимости. Попасть в туннели было легко, поэтому злоумышленникам не составило труда разграбить эту пирамиду. Неизвестно, когда украдена мумия Джосера. В 1934 году Жан-Филипп Лауэр нашел там только левую ступню. Этот специалист, посвятивший всю жизнь изучению комплекса, считал, что она принадлежит Джосеру. Синие камеры, предназначенные для фараона, выложены сине-зелеными плитами, имитирующими циновки, украшавшие стены и окна дворца. Сходство с циновками помогает добиться искусная резьба по камню и мастерство художников. Параллельно друг к другу расположено два вытянутых помещения. В южном сделаны фальш-двери, разделенные каменными блоками. Северная представляет собой проход к боковым камерам. В прилегающих камерах хранились сокровища фараона. Дверные проемы сделаны из известняка. На них выбито имя царя. Как и в южной гробнице, они украшены искусной резьбой. Там изображен фараон, который совершает различные ритуалы в святилищах. В игре было решено разнообразить внутренние убранства усыпальницы. Учитывая масштабы и проработанность элементов комплекса, его можно считать настоящим инженерным чудом того времени.